Привет всем любителям электромобилей из Поднебесной! Сегодня мы перечислим все модели, которые впервые вышли на рынок Китая или получили обновление в октябре. Скажем сразу, что это больше, чем десяток авто, поэтому в деталях мы расскажем вам только о самых интересных из них. Вы на канале Электрокар, доставка электромобилей из Китая в СНГ. Уверены, вам будет интересно! Поэтому начинаем! Сегодня мы расскажем вам о следующих новинках электромобильного рынка Китая. Гибридном ТАН имени Вене E6 MPV от BYD, модели Сил 06GT, D-KMX, Xiaomi SU7 Ultra, Voyage Yin, паре моделей от Shenlan, а именно S05 и S07, Xpeng P7+, и замыкают этот парад новинок авто A07, A05, Q05 и E05 от CUN. Как мы уже озвучили, первым в нашем списке идет авто от лидера местного рынка. BYD выпустила модель Tang DMI 2025 года. Она получила систему DM 5.0 PHEV. Цены на BYD 2025 года варьируются от 180 до 207 тысяч юаней. Это от 25 до 29 тысяч долларов США. За эти деньги предлагают четыре комплектации – Prestige, Honor, Flagship, Yunlin Flagship. Самым значительным изменением, конечно же, является новая трансмиссия. В ее основе двигатель от BYD объемом 1,5 литра. Он имеет КПД 45,3% и работает в паре с электрической системой IHS-200, максимальная мощность которой 200 кВт. В новом гибридном ТАН стоит аккумулятор емкостью 21 кВт-ч. Запас хода на электротяге составляет 115 километров, а в комбинированном режиме – 1150 километров. Расход топлива – 4,95 литра на 100 километров. Также получил свои обновления в октябре и минивэн BYD E6 MPV. Но давайте лучше поговорим о более интересной новинке. На рынок Китая официально вышел электрический хэтчбэк BYD SEAL 06GT. Конечно, он вошел в линейку Auto Ocean. За одну из четырех комплектаций вас попросят от 136 до 186 тысяч юаней. Это от 19 до 26 тысяч долларов США. BYD SEAL 06GT построен на базе E-Platform 3.0 EVO. Его габариты – 4,63 метра длина, 1,88 метра ширина и 1,49 метра высота. Колесная база – 2 метра 82 сантиметра. Минимальный радиус поворота составляет 5,6 метра. Можно выбрать один из четырех цветов кузова – черный, серый, зеленый и розовый. Заднеприводное авто получило два варианта синхронного двигателя с постоянными магнитами. Первый мощностью 160 киловатт или 215 лошадиных сил, второй – 165 киловатт или 221 лошадиная сила. Максимальная скорость у таких авто – 200 километров в час. Есть четыре режима движения – эко, спорт, обычный и снег. Есть и новая система BYD i-TEC. Это интеллектуальное управление адаптацией крутящего момента. Время разгона у авто с одним двигателем до сотни – 7,5 секунды. В пару с такими двигателями работают два варианта аккумуляторной батареи BYD Blade. Это литий-железо-фосфатные ячейки, которые имеют общую емкость 59 киловатт-часа или 73 киловатт-часа. Они обеспечивают запас хода 505 или 605 километров соответственно. Сил 06 GT с полным приводом – это два двигателя. Первый – синхронный переменного тока мощностью 110 киловатт или 150 лошадиных сил. Задний двигатель выдает 200 киловатт или 272 лошадиные силы. Время разгона до 100 километров в час у такой версии – 4,9 секунды. На одном заряде батареей емкостью 73 киловатт-часа модель покажет пробег 550 километров. Топ-версия этой модели получила быструю зарядку. Например, за 20 минут она может зарядиться с 30 до 80%. Сейчас перейдем к новинке рынка от другого производителя. Электрический минивэн ZK Mix от Jilly впервые вышел на китайский рынок этой осенью. И сделал он это со стартовой ценой 280 юаней или 39 тысяч долларов США. За эти деньги вам обещают рекордный коэффициент использования внутреннего пространства. Минивэн Mix – это шестая модель в линейке авто от ZK. Авто построено на модульной архитектуре SEAM. Такое шасси позволило инженерам увеличить коэффициент использования салона до 93%. Это лучший показатель в отрасли. Для сравнения, средний коэффициент использования пространства авто такого класса составляет менее 70%. Можно предположить, что от следующей модели у вас захватит дух еще больше, чем от минивэна. Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra мощностью более 1500 лошадиных сил и временем разгона от нуля до сотни за 2 секунды уже можно заказать из Китая. Такая версия модели SU7 стоит 815 тысяч юаней или 114 долларов США. Но стоит отметить, что свое авто вы получите не ранее марта 2025-го. Спортивный вариант этого седана с приставкой Ultra имеет спецбамперы, большой задний спойлер и более широкий кузов. Благодаря заднему спойлеру и активному заднему диффузору прижимная сила SU7 Ultra составляет 265 килограммов. Авто также получило гоночные шины Pirelli P05. В салоне эту модель от Xiaomi отличают от обычных версий спортивные сидения, желтые ремни безопасности и руль, обтянутый алькантарой. Также обратим внимание на детали салона из углеродного волокна. Например, на дверные пороги, элементы центрального туннеля и зеркало заднего вида. В SU7 Ultra устанавливается аккумулятор Chilin 2.0 емкостью 94 киловатт-часа производства CATL. Он имеет двухповерхностную систему охлаждения, благодаря чему батарея заряжается от 10 до 80% за 11 минут. За движение отвечают три электродвигателя общей мощностью 1138 киловатт или 1548 лошадиных сил. Они разгоняют авто до 100 километров в час за 1,98 секунды. Следующая сотня набирается за 5,86 секунды. Максимальная скорость достигает 350 километров в час. Отдельно в компании отмечают, что их первая модель с приставкой Ultra получила систему векторизации крутящего момента ASIL-D. Отдельно отметим углеродно-керамические тормозные диски. Размеры переднего 430 на 40 миллиметров, а заднего 410 на 32 миллиметра. Они могут выдержать температуру до 1300 градусов по Цельсию, возникающую при трении. К тому же есть шестипоршневые суппорты Акебона на передней оси и четырехпоршневые суппорты на задней. Благодаря этому тормозной путь SU-7 Ultra при торможении со 100 километров в час до нуля будет равен 30,8 метра. 24 октября SU-7 Ultra Prototype стал самым быстрым четырехдверным автомобилем на северной петле Нюрбургринга, показав время круга 6 минут 46,874 секунды. Но серийный вариант Xiaomi SU-7 Ultra не повторит результат прототипа, поскольку он тяжелее. В отличие от версии с конвейера, кузов U-7 Ultra Prototype сделан из углеродного волокна. А следующая модель дебютировала 5 августа этого года, но в продажу поступила в октябре. Электромобиль Voya Qi Yin стал четвертой моделью бренда Voya, который входит в портфель брендов концерна Don Fan. У машины пока нет англоязычного названия, а в КНР она представлена под названием Qi Yin, то есть «цакадычный друг» в переводе с китайского. Это пятиместный кроссовер, который расположился на ступеньку ниже известной на модели Voya Free. Длина кроссовера 4 метра 72 сантиметра. Это на 180 миллиметров меньше, чем у Free, хотя колесная база укорочена только на 60 миллиметров, до 2 метров 90 сантиметров. Ширина 1 метр 90 сантиметров. Высота 1 метр 63 сантиметра. Масса авто 2099 килограммов. Все версии имеют безрамочные двери и 20-дюймовые колесные диски. Переднего багажника нет. Подвеска только пружинная, пневмобаллоны не заявлены даже в списке опций. Сразу заглянем в салон. На передней панели есть большой центральный дисплей медиасистемы и миниатюрный экранчик перед водителем в качестве приборной панели. За выбор режима движения отвечает правый подрулевой рычажок. Voya Qi Yin предложен в четырех версиях. Гибриды в семействе для этой модели не предусмотрены. Базовый кроссовер получил задний привод с одним электромотором мощностью 215 киловатт или 292 лошадиные силы. В нем также установлена литий-железо-фосфатная батарея емкостью 77 киловатт-часов. Паспортный запас хода на одном заряде – 625 километров согласно циклу CLTC. Есть также две заднеприводные версии, которым полагается электродвигатель мощностью 230 киловатт или 313 лошадиных сил. Они уже идут с литий-ионными батареями от CETL емкостью 79 или 109 киловатт-часов. Запас хода 650 и 901 километр соответственно. Четвертое – это полноприводная модификация с двумя моторами суммарной мощностью 320 киловатт или 436 лошадиных сил. И литий-железо-фосфатной батареи на 77 киловатт-часов. Такой кроссовер показывает запас хода 570 километров. Максимальная скорость у всех версий – 204 километра в час. Эти четыре комплектации оценивают от 179 до 237 тысяч юаней или от 25 до 33 тысяч долларов США. Китайская компания Ченган создала дочерний бренд Shenlan в 2022-м специально для выпуска электрифицированных автомобилей. То, что планы на этот автобренд серьезные, подтверждает дальнейшее развитие линейки. На рынке Китая появился Shenlan S05. Этот паркетник выполнен в уже привычном фирменном стиле с узкими фарами и лаконичными формами. Разве что грани кузова стали более округлыми. Длина авто – 4 метра 62 сантиметра. Ширина – 1 метр 90 сантиметров. Высота – 1 метр 60 сантиметров. Колесная база – 2 метра 88 сантиметров. Передняя панель кроссовера полностью лишена приборного экрана. Зато уже в базовой комплектации предусмотрен проекционный дисплей. Дефлекторы вентиляции изящно спрятаны за декоративной накладкой. По сути, это все, на что стоит обратить внимание в салоне. Паркетник Shenlan S05 представлен в двух версиях. Первая – это электрокар с расширенным запасом хода. На борту такой модификации есть бензиновый двигатель мощностью 98 лошадиных сил. В движение машина приводит электромотор мощностью 160 кВт или 218 лошадиных сил. А вот батарею для модели вы можете выбрать из аккумулятора емкостью 17 или 27 кВт-часов. За счет их заряда вы проедете 100 или 155 километров соответственно. Максимальная скорость – 175 км в час. У батарейной версии мощность единственного электромотора повышена до 175 кВт или 238 лошадиных сил. А максимальная скорость достигает отметки 180 км в час. Заряда батареи емкостью 56 кВт-часов должно хватить на 510 км пробега. Цена на модель в зависимости от комплектации и типа стартует со 145 тысяч юаней или 20 тысяч долларов. Обновилась и модель Chang'an DePaul S7 или ее китайское название Shenlan S07. Отметим, что во втором осеннем месяце 2024 года модель X-Pen P7 Plus дебютировала на международном уровне на парижском автосалоне 2024. Предварительные продажи начались в Китае по стартовой цене 210 тысяч юаней или от 29 тысяч долларов США. Кроме того, обновились или вышли на рынок модели от другого бренда Chang'an. Например, гибридный седан Chang'an Nevo A05, также известный в Китае как Ци Ю Эн. Еще этот бренд открыл предварительную продажу своего первого подключаемого гибридного внедорожника Q05. И как венец этого видео, модель Nevo E07, она же Ци Ю Эн 07, официально сошла с конвейера на заводе Chang'an в октябре. Она будет продаваться по цене от 300 тысяч юаней или от 41 тысяч долларов США. Напоследок напомним, что в ноябре стартуют продажи очень ожидаемой модели Leopard 8. Если захотите, на этом канале мы детально расскажем о ней и о других авто из Поднебесной. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить все важные новинки из Китая. Узнать актуальные новости об электромобилях из КНР, а также выбрать себе электрокар под заказ для покупки или аренды, вы можете на сайте электрокар.бай. Если вам удобно использовать Инстаграм, Телеграм или ТикТок, мы также там есть. Все линки на наши соцсети есть в описании к этому видео. Или переходите по QR-кодам, которые есть у вас на экране. Мы рады вашему вниманию и благодарны за лайки под этим видео. Также мы прочитаем все комментарии и ответим на них. До встречи в следующем видео на канале Электрокар. Доставка электромобилей из Китая в СНГ.